Да, и это не кликбейт. Такие ситуации сейчас происходят в Варшаве. Всем привет! Вы на канале DaynaLife. Меня зовут Вадим и сегодня поговорим о наболевшем. А то, из-за чего водилы в последнее время очень часто теряют свои аккаунты Uber и Bolt. Что меня, собственно, сподвигло для записания этого видео, это то, что за последние две недели минимум 30 человек потеряли свои аккаунты. Они пишут под видео, они пишут в моих чатах, они пишут мне в личку и теряют они их в Uber и Bolt просто на ровном месте из-за... То есть я буду периодически вставлять некие ситуации, которые люди все-таки умудрились сохранить, записать и как бы со мной поделиться на тему того, из-за чего они теряют свои аккаунты. Потому что некоторые андоны, например, хотят ездить в пятером в пятиместной машине, типа, ну они не могут никак по-другому сесть, потому что водила еще должен быть. Продолжение следует, но даже иностранный выortalки и брать его сейчас. Вас положь ебаном, курва, масажком. Зай, курва. Спердалай. Спердалай. Давай на Украину спердалай сам. Ну, выпердалай больше, чем заебать. Выпердалай. Заебаю? Заебаю. Почекай. Выпердалай. 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 Выпердалай, что? Выпердалай с Польски. Курва, мандал ебаный. Есть человек, который один из немногих водит собак, и то, за то, что он попросил человека с собакой пройти дальше, он получил блок. И многое другое. Это просто бред, на который по факту Убер и Болт закрывает глаза. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы написали ваши ситуации под видео. Я попрошу, чтобы это видео расфорсили туда. И люди ответственные за вот эту всю ситуацию, чтобы они почитали, что происходит, из-за чего теряются аккаунты. Ну, а я в двух словах расскажу, что я слышу, что я видел, за что происходит блог. И я надеюсь, это видео поможет, потому что реально по одной приложухе работать мало. Хочется работать по двух. Сейчас еще вдобавок идет вот эта ситуация с правами. И там сейчас начинают жестко тоже закручивать гаечки. Заморозкой бонуса, если поменять те права. Водилы хотят это делать, они не всегда это могут. Белорусы не могут это сделать. По-моему, туркмены не могут. Таджики. То есть у них там свои приколы в этом всем. То же самое украинцы. Мы не можем, потому что мы ждем по 5, 6, 7 месяцев на то, что придет подтверждение по замене прав. Мы бы даже хотели это сделать не так все просто. Плюс у Жонды, они тоже тут такие интересненькие. Мы бы хотели поменять права, но не всегда, не у всех это получается. Из-за конкретного человека в окошечке. В общем, я не знаю, каким образом это сейчас происходит, но вот в последнее время сильно ужесточились случаи того, что люди пытаются проехать бесплатно. Пытаются надавить и плюс максимально выкручивать водилам руки за то, что по факту как бы они хотят просто выполнять нормально свою работу. Самое, мне кажется, одно из хренового для водил, это вот как раз таки вот такие вот подруги, как были в начале. В том плане, что я не буду добавлять точку, то есть там нужно заехать, я не буду добавлять, потому что тогда поездка станет дороже. То они просят заехать туда, куда в принципе нельзя заезжать, там где, например, стоит полиция. Или, например, на той же заходне они требуют заезда туда, куда в принципе нельзя заезжать, или там уже закончились заезды бесплатные. Но они это требуют и угрожают тем, что ты потеряешь свой аккаунт. Самое парадоксальное, что даже если будет регистратор, порой это помогает, порой получается. Но не всегда, не всегда получается донести эту информацию, особенно у Uber. Если болт еще кое-как реагирует, офис в Варшаве отправляет просто в тупую общаться через Калифорнию, где находится главный офис. И там, скорее всего, обращений сильно много. Это все просто теряется на ровном месте. Ну, просто спокойно выходите. Чем? Натурой? Мне не нужна ваша натура. Мне нужны деньги за проезд. Так а зачем вы сели в машину и не уточнили, есть ли у вас деньги, как тут заказано? Почему вы не спросили? Я не просто так сел, он сказал. Хорошо. У меня не было того, что через положение, через карту банковскую... За наличные. Вот смотрите, получите наличные. Написано. Да мне вы тысячу раз покажите, я понимаю, ладно. Хорошо, а как мы будем выходить из этой ситуации? Да, извините. Помню, я еще, когда последний раз работал на Плюсе, у меня были пару ситуаций, в которые я думал, что я уже тоже потеряю аккаунт. Это люди с собаками. Это я понимаю, что вы не можете вызвать машину, потому что все нафиг подключали ваш тариф ПЭЦ, просто не хотят возить вонючих волосатых собак, после которых приходится убирать. Но они заказывают простой тариф, и если ты вдруг отказываешься, они тебе вдогонку пишут жалобу. У меня как-то пронесло. Либо они не писали, либо моя жалоба лучше сработала, и как бы мне ничего не было, аккаунты у меня до сих пор в порядке. То есть у меня даже предупреждения не было. Но у других людей с этим регулярные проблемы. И то есть они такие, день добрый, день добрый. Как только я не могу с собакой везти, сразу начинается спердоляй беларусь в Украину, на войну вальчить, вот это все. Народ, ваша собака, это ваши проблемы. Но, к сожалению, из-за того, что даже не совершив поездку, пассажир может пожаловаться. И если это, не дай бог, девушка, она жалуется на домогательство, она жалуется на то, что ты приставал, просил номер телефона, и тому подобное. Хотя ничего такого не произошло. И ты теряешь аккаунт. Причем самое обидное, что ты можешь потерять, вот как было, я постараюсь прикрепить тот скрин, человек сказал, что он потерял через 5 дней. Да, у него типа там днем, по-моему, на следующий день у него там были вопросы, ему Uber отвечал, там туда-сюда, что происходит. И через 5 дней прилетает блок. Ты физически не можешь вот эти все ситуации сохранять на своем регистраторе, потому что не влезет. У меня регистратор за 1000 злотых, у него там максимальный объем 256. И то, как бы, я не могу все сохранять, у меня там записывается полторы смены. Водилы не могут сохранять вот это все. Пожалуйста. Вот вы хотели вот эту функцию внедрить, внедрите ее на постоянной основе. Сделайте, чтобы всегда разговоры писались. Вот всегда. Я вам отвечаю. Заставьте всех водил банально вот тут наклеить вот эту херню про то, что самоход мониторованный. И сделайте, чтобы просто велась всегда запись без камеры. Либо хотя бы, ну, знаете, там с низким FPS-ом, для того, чтобы все время записывалось. Как правило, у 80% водил, телефон находится таким образом, что видно и водилу, и пассажира. Вот пусть оно записывает, сохраняет где-то на серверах эти фотографии, сохраняет этот диалог, для того, чтобы к нему можно было вернуться и понять, прав или не прав. У вас есть время поездки, у вас есть кто совершил, то есть вы можете даже пассажира по лицу как бы сравнить. Вы можете вернуться к этой поездке и понять, кто виноват, кто нет. То есть в итоге сейчас люди, которые даже поменяли права, вы даже их блокируете. Но это как бы немножко неправильно, потому что люди хотят работать, они нормально работают, они сделали машину там для того, чтобы нормально работать. Они устанавливают регистраторы, для того, чтобы можно было нормально работать, для того, чтобы все были в безопасности. И в итоге даже это не помогает, и просто в тупую теряются аккаунты. И как бы Uber Bolt, это тоже не, ну как бы, вы в этом тоже не заинтересованы для того, чтобы терять нормальных водил, которые работают годами. Так что, пожалуйста, сделайте, чтобы фото-видео всегда писались. Uber Bolt, если у вас там есть русскоговорящие, нет, ну на Болте точно есть, на Uber, я думаю, тоже в принципе есть. Зайдите вниз, почитайте комментарии, как люди потеряли аккаунты. Причем это люди, как правило, которые нормально работали, долго работали, у них все нормально с правами, у них все нормально с документами, и они на ровном месте теряют, потому что просто одной... Захотелось сэкономить 20 злотых, или водила, ай-яй-яй-яй-яй-яй, отказался заезжать туда, ну куда заезжать нельзя. У меня такие ситуации тоже были, когда мне говорят, тут можно влево, а там знак прямо, и я ни хрена не буду ехать туда, куда мне говорит этот... По факту, ну, мне повезло, меня пронесло, а много кому не везет потом, и в итоге люди как бы получают блоки. Если вы так сильно заботитесь о безопасности пассажиров, это нормально, да, мы все в курсе про износиние, про вот эти все вещи, мы прекрасно осведомлены, что происходит. Как бы еще там некоторые такие резонансные изменения тоже под вопросиком в плане пассажиров, и как они рушат судьбы водилам. Но то же самое как-то хочется защитить и водил. Есть у меня в чате человек, который умудряется при помощи, скажем так, закона наказывать пассажиров, то есть за то, что они там повредили дверь, за вот эти все вещи, ну, ему это стоит, ну, типа, прям, прям приличного времени, пока это все сделать заявление, ну, он говорит по-польски там, причем свободно, он обращается в болт, он там, я думаю, у него уже пара-тройка дел висит, которые он как бы доведет до конца, но не все так могут. Болт, подумайте над тем, чтобы ввести все-таки вот эту штуку, которую у вас там только в критический момент записывать видео, по нажатию клавиши, сделайте, пожалуйста, чтобы всегда писалось, ни один водила вам не откажет, если вам, ну, у вас там вроде два дня хранится, сделайте больше, ну, вот возможности кэша, водилы согласятся и неделю с собой возить, они согласятся отделить, ну, побольше памяти для того, чтобы там даже видеосъемка велась в плохом качестве, то же самое Uber, сделайте это, и как бы вы сможете решать ситуацию, вы поймете, кто, как бы, плохой человек, водитель или пассажир, я не спорю, водилы тоже, как бы, такие печальные прям бывают, и я их вижу, как, ну, как таксист, и как пассажир я тоже с такими пересекаюсь, с убитыми машинами, но, камон, сильно много страдает тех людей, у которых хорошая статистика, у которых все нормально, и вы просто ставите крест по факту на них, на них как на работниках, и, как бы, они теряют работу, свой основной источник заработка. Пожалуйста, если вы работаете в такси, или у вас кто-то знакомый работает, отправьте это видео, потому что непонятно, когда ваш друг, или вы можете потерять работу, если не сегодня, то завтра. Пишите, пожалуйста, ваши критические ситуации, которые у вас происходили с пассажирами, а я попытаюсь, короче, со своей стороны донести это видео до Uber-болта, для того, чтобы они задумались. Я также прикреплю видео по поводу того, как у меня пассажиры, телефоны в машине, потому что, да, согласен, водилы периодически страдают, ну, нехорошими вещами, они реально воруют, это, типа, все знают, такое происходит. Ну, и пассажиры, типа, не сильно хорошие. У меня есть серия видео по всем городам Польши с айфонами, и я ни из одного города не уехал, ну, такой, у меня там все айфоны остались на месте. Нет, пассажиры тоже воруют, они тоже, как бы, специфически, ребята. Пожалуйста, распространите видео, напишите внизу вашей ситуации, или за которой вас чуть не забанили, или если вас забанили, то напишите, за что вас забанили, и в какой аппликации Uber-болт. Ну, а я попытаюсь, короче, давить для того, чтобы, ну, что-то получилось донести, для того, чтобы ввели вот эти записи, для того, чтобы они прислушивались хотя бы к вашим видео. Если у вас оно записалось, вы такие, ага, как у меня было там с женщиной, которая там предлагала мне всякие вещи. Я то видео сохранил, оно у меня до сих пор хранится, и вы, если у вас произошел конфликт, сохраните это видео, и, как бы, в случае, если где-то что-то произойдет, вы сможете доказать, кто из вас козел, а кто поступил правильно. Всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok